Вы смотрите новости. В Казахстане в социальных сетях запущен челлендж «Новому Казахстану, новый я». Под таким хэштегом выкладываются посты о людях, которые работают над собой, стремятся к знаниям, каждый день направляют на благие дела. Сегодня о героине нашего сюжета Елена Павлова. Елена Павлова учится на последнем курсе университета имени Куркатата по специальности «Графический дизайн». Что примечательно, азы будущей профессии она постигает на государственном языке. Елена также активно занимается общественной работой. Она член молодежного крыла ассамблеи. Во время пандемии я активно принимала участие в помощи в Доме дружбы. Проходили многочисленные акции, такие как пошив масок, раздача масок, раздача продуктов. Также мы развозили по домам, оказывали помощь нуждающимся. Мне все нравится самой. Я получаю от этого удовольствие. И я горю этим. Уже даже, наверное, не представляю жизни без этого. В общественно-культурном центре «Славяне» Елена руководит творческой группой «Надежда». Готовит концерты, ставит сценки, пишет сценарии, снимает ролики. У нас проходит, когда молодежные репетиции, мы собираемся, разучиваем что-то новое, обмениваемся идеями, придумываем идеи для дальнейших планов. Молодежь должна получать мотивацию и, глядя на людей, смотреть, что можно чего-то добиться, можно чем-то заниматься, а не просто сидеть дома. В телефонах активно принимали участие в жизни своей школы, города, чтобы занимались спортом, чтобы развивались, читали книги, посещали культурные мероприятия. А еще Елена – отменный лошкарь. На этих кадрах она вместе с ансамблем лошкарей исполняет зажигательную композицию. Елена много читает, любит поэзию. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. А если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. Крада Елены – жить интересно и с пользой. Галамджан Жамназар, Шенгас Жумаханов, Турихан Хужахмедов, телеканал Казаларда.